10 сентября 2017 года в нашей стране пройдет единый день голосования. Граждане смогут выбрать глав 17 субъектов Российской Федерации, депутатов законодательных собраний, а также городских дум, административных центров. Как отметили в избирательной комиссии Республики, в Крыму ожидаются выборы парламентариев по Ленинскому району, в Государственный совет и на одном из округов города Керчи. Несмотря на скромные масштабы грядущей кампании, подготовка к ней идет полным ходом. На базе Крымского федерального университета прошел рабочий семинар, на котором представили новую технологию изготовления протоколов УИК с машиночитаемым кодом. Произошли определенные изменения в законодательстве, и вот сейчас мы впервые будем уже проводить выборы, где будет использован так называемый QR-код. То есть ускоренная работа с протоколами участковых комиссий. Вот именно для того, чтобы не было никаких сбоев, чтобы все были подготовлены к проведению этих выборов 10 сентября, именно с этими новациями, нововведениями, мы и проводим сегодняшний семинар, сегодняшнее ознакомление наших членов участковых комиссий с вот этими нововведениями. Как отметил Михаил Малышев, новая технология не только облегчит работу членов участковых избирательных комиссий, но и значительно ускорит ее. После завершения голосования компьютер распечатает результаты по конкретному избирательному участку. Таким образом практически исключена возможность фальсификации данных, ведь все действия четко фиксируются. Возможно, избиратели и не увидят всех изменений. Однако текущая работа по внедрению новых технологий крайне важна, ведь они будут активно применяться на выборах в президенты Российской Федерации. Ошибки во время заполнения, то есть не само составление протокола. То есть раньше сам протокол писался вручную, каждая цифра и роспись из цифр шапки, здесь будет автоматически все прописываться. То есть ты ввел цифры, распечатал, и уже все будет, соответственно, выгружаться из ГАСов, передаваться туда, из ГАС выборов, из информационной системы. И там уже будет распечатываться полностью. То есть не надо будет вручную прописывать все. Уже будет все автоматически распечатано. Что же касается возможности несанкционированного доступа к закрытым данным избирательной комиссии, получить их будет не так просто. Во-первых, вся информация передается по закрытым каналам без выхода в интернет. Также, по словам сотрудников избирательной комиссии Крыма, все компьютеры защищены дополнительным программным обеспечением.